Привет! Больше двух лет прошло с того момента, как я выпустил цикл уроков и мастер-классов по гуаше. Ну и за это время у меня накопилось чуть побольше опыта, и я хочу поделиться им с вами. То есть расскажу какие-то новые секреты, фишечки, лайфхаки и различные тонкости, нюансы этого ремесла. Но перед этим хочу сказать, что у меня появился телеграм-канал. Вот он. Залетайте по ссылкам в описании, мы там скоро кое-что интересное разыграем, и там же в описании вы найдете ссылку на группу канала. Я там сейчас стал публиковать новые эксклюзивные видео, которых вот здесь на ютубе нету. В общем, кто подписан уже знает и молодец, но остальные присоединяйтесь и переходим к теме видео. Итак, в своих уроках и мастер-классах по гуаше я уже много раз рассказывал, показывал, что у вас должна быть палитра. Вы в начале работы выкладываете туда краску, и потом в процессе берете оттуда, смешиваете, и тогда у вас в баночках гуашь будет постоянно закрытая. Вы туда лишний раз не лазите с грязной кисточкой, поэтому краска будет чистая, аккуратная и меньше будет сохнуть. В общем, одни плюсы, и к этой информации я хочу вам кое-что еще новенького добавить. Ну, во-первых, в качестве палитры лучше использовать тарелку белую, фарфоровую плитку или стекло, потому что по этим поверхностям краска меньше собирается в комочки, в капельки, она лучше растекается, в отличие от того же пластика, который используется в покупных магазинных палитрах. Второй важный совет, это как набирать краску на палитру. Раньше я это делал кисточкой обыкновенной вот такой, но это не совсем удобно, потому что кисточку после каждой баночки нужно мыть, промывать, вычищать от этой краски. Воды очень много улетает, и если вдруг там не очень тщательно промыл, все равно часть краски какой-то попадает в другой цвет. В общем-то, сейчас я использую для набора краски мастихины, выглядит это вот так. Я беру гуашь нижней поверхностью лопатки и выкладываю вот таким образом. После этого вытираю остатки с мастихина туалетной бумагой, ну или салфетку можно для этого использовать, и все. Ничего не надо промывать, краски выкидываются минимум. В общем, одни плюсы. Если уже у вас мастихина нет, можно взять полоску плотного картона и сделать примерно все то же самое. Третий совет. Ну, вы, наверное, в курсе, что гуашь быстро высыхает, и палитра не исключение, поэтому можно этот процесс немножечко замедлить, если прокапать горки краской чуть-чуть водичкой из кисточки. Ну, а если у вас есть пульверизатор, то вообще замечательно, шикарно, и вы знаете, что нужно делать. Ну что, теперь поговорим про градиенты. Это напомнить, что градиент — это переход, плавный переход между несколькими цветами или между оттенками одного цвета. Ну и вот некоторые примеры в реальных картинах. Есть градиенты большие, их часто можно увидеть где-нибудь на небе, в фонах, на каких-то крупных объектах. И есть мелкие градиенты размером с мазок. Эти заразы есть почти во всех элементах, во всех объектах картины, потому что именно они рисуют форму этих самых объектов через цветотень. Для гуаши градиенты — это прям головная боль, потому что их сложно делать из-за особенностей краски, и поэтому работы гуашев, они чаще всего вот так выглядят. То есть, ну, обычно это какие-то мазковые картины. Но сейчас я покажу, как можно градиентики подтянуть, и начну с первого типа, с крупных заливок. Я их уже показывал в одном из туториалов, но сейчас моя техника немножечко усовершенствовалась, поэтому кое-какие новые нюансики. Итак, на палитре нужно сразу выложить побольше краски, тех цветов, из которых будет градиент. Консистенция такая, средней жидкости сметанка. Для работы нужна синтетическая плоская кисточка, раньше, кстати, работал щетиной. Начинать желательно с более темного цвета или оттенка. Делаем по всей ширине ровное, плотное, непрозрачное нанесение. Делается оно в несколько слоев. Когда еще чуть чувствует такое легкое сопротивление движения кисти, добавляем свежую порцию краски и растаскиваем это все по поверхности заливки. Нам важно, чтобы краска не пересыхала. Если все-таки схватывается, можно добавлять в гуашь чуть-чуть побольше водички, чтобы получить консистенцию жидкой сметанки. Ну и вот таким образом чуть-чуть развозюкать это все. Но краска не должна течь. Это важно. Дальше, когда получилась ровная плотная заливка, мы очень быстро идем на палитру за порцией более светлого цвета. И начинаем его вводить с края растяжки по всей длине, смешивая новый цвет с подложкой. Постепенно двигаемся к противоположному краю от светлого к темному. В светлую часть время от времени добавляем новый цвет. Консистенция краски и ощущения, они примерно похожи, что и на прошлом этапе. Важно, что новый цвет нужно вводить по всей длине заливки, от края до края. Это реально очень важно. Если растяжка у вас получилась, значит уже хорошо. А если немножко полосит, значит надо вытереть кисточку бумагой и в полусухом состоянии немножко откорректировать эти полосы. По итогу нам важно работать быстро, чтобы нижние слои не успевали засохнуть и перемешивались с новыми порциями краски. А еще нужно, чтобы краска держала густую консистенцию. Это три самых главных секрета вот таких заливок. Теперь про мазковые градиенты. Для них очень хорошо подходит скругленная плоская синтетическая кисточка. В принципе, ей я и на прошлом этапе работал. Она должна быть чуть-чуть увлажненная. На кисть набирается краска вот таким вот образом. Шире и больше на кончике и тоньше и уже дальше от него. И это позволит нам за пару касаний сделать небольшой градиентик. Для максимального эффекта это все можно делать послойно. И тут есть два нюанса. Обязательно давайте слоям хорошо подсохнуть перед тем, как туда опять лезть. И кисточка должна быть немножко мокрее. Насколько? Это вы уже сами сориентируетесь на практике. Когда я первый раз скрывал баночки гуаши, там кроме фольгированной защиты были еще вот такие кружочки из картона. И я подумал, блин, это неплохой способ дополнительно герметизировать баночку, чтобы гуашь не меньше сохла. Еще хороший способ продлить срок хранения гуаши, это если капнуть в баночку несколько дополнительных капелек воды. Только смотрите, чтобы вода кипяченая была и остывшая. Почему кипяченая? А потому что есть шанс, что от обычной воды баночка начнет плесневеть. А оно, наверное, вам не надо. По-любому в своей работе вы сталкивались с ситуацией, когда вам нужно сделать какую-то достаточно большую, ровную, однотонную заливку. Не очень темную, скорее такую среднюю, светлую. И это не особо получается сделать. Лезут какие-то пятна, полосы, неровности. И это на самом деле можно очень легко поправить. Для этого вам нужны белила. Вы просто тоненькими слоями покрываете поверхность. Там, где будут темненькие пятна, делаете чуть более плотный слой. И в итоге цвет выравнивается, становится более бархатистым, таким благородным. Этот прием используют многие художники в своих работах. Единственное, нужно делать поправку на первый цветной слой. Делать его нужно чуть темнее, чем должно получиться в итоге. Возвращаемся к тоновым градиентам и растяжкам. Гуаши это не только живописный материал, а еще и графический. И поэтому, почему бы не использовать вместе с ним карандаши? Я до этой идеи дошел еще 20 лет назад своим умом. Вот в этой, например, своей работе, детской или, можно сказать, подростковой, в некоторых местах я использовал карандаши, чтобы тени, например, нарисовать. И причем это делается хитро с размытием. То есть, как вариант, вы делаете заливки гуашью, потом, когда она высохнет, проходитесь по теням акварельным карандашом. Желательно взять немножко другой оттенок, чтобы сделать тепло-холодность. А чтобы сгладить штрих, акварельный карандаш размазывается вместе с краской водой. И получается однородная структура. Особенно хорошо это все дело получается в светлых частях рисунка. Можно делать вот такую практику в несколько слоев. Естественно, с сушкой. То есть, карандашом мы рисуем только по высохшей гуаши. Как-то так. За свою жизнь я часто сталкиваюсь с таким мнением, что гуашь это, дескать, такой несерьезный материал. В основном для детского творчества, чтобы какие-то там плакатики порисовать. Но на самом деле некоторые заслуженные мастера этот материал очень любили. И рисовали им свои картины, рисовали шедевры. Например, Валентин Серов очень любил гуашь. Но сейчас я не про это хочу вам рассказать. Дело в том, что из-за несерьезного отношения люди для гуаши покупают несерьезные материалы. То есть, дешевые кисти, какие-нибудь пони, например. Абы какую бумагу. И если вы хотите улучшить свое качество рисования гуашью, поменяйте в этом плане свое отношение. Вот лично для меня было открытием рисования гуашью по акварельной бумаге. Это реально гораздо приятнее, как по мне. Потому что гуашь меньше вымывается. Это особенно актуально, если вы работаете тоненькими слоями, а не пастозно. Бумагу меньше коробит. Интересная фактурка получается в зависимости от того, какую зернистость бумаги вы выберете. В общем, попробуйте это. И я уверен, ваши результаты станут несколько более интересными. Последний совет на сегодня для тех, кто любит пастозно поработать гуашью. Вы, наверное, знаете, что гуашь при толстом плотном нанесении может трескаться, даже обсыпаться. И в этом плане, естественно, лучше акрил. Я имею в виду пастозное рисование. Но не всем он нравится. Не у всех есть деньги, потому что эта краска подороже. И поэтому мы, в принципе, можем гуашь приблизить к акрилу в плане пастозного рисования. Сделать более подходящую гуашевую краску. Для этого нужно добавить в нее акриловый лак или клей ПВА. Ну, первый вариант получше, второй похуже. Смешиваются эти вещества, как правило, один к одному. После смешивания гуашь становится более прочной. Хорошо ложится на холст или любую другую поверхность. Не обсыпается и лучше держит объем. Вот такие дела. Не забывайте про группу канала и телеграм. Ссылки в описании. Ну, я желаю вам удачи, творческих успехов и пока!